Привет, друзья! Сегодня воскресенье, а это значит самое время обсудить события, произошедшие в мире Apple за последнюю неделю. Итак, сегодня в выпуске. Apple пригласила журналистов на презентацию 13 июня. Новый Thunderbolt Display 5K может быть ближе, чем вы думали. Как изменится 3D Touch и камера в iPhone 7? И многое другое. Начнем по традиции с не самых значимых событий этой недели. Итак, рубрика новости одной строкой. Недавно в России начала свою работу компания ExpoCode, первая биржа по продаже уязвимости в популярном программном обеспечении, в том числе в операционной системе iOS. Отныне любой желающий может получить информацию об эксплойтах в ПО, правда удовольствие это отнюдь не из дешевых. Например, на сайте проекта указано, что уязвимость в iOS может быть продана за 80 тысяч долларов. Эксплойта в OS X оценили поменьше – 45 тысяч долларов. Стоит отметить, что проектом уже заинтересовалась ФСБ. На этой неделе в сети появились слухи о скором обновлении MacBook Pro. Главной особенностью нового компьютера должна стать сенсорная OLED-панель. Она будет располагаться на клавиатуре и позволит набору клавиш меняться в зависимости от приложения, в котором вы работаете. В подтверждение этих слухов были опубликованы стимки корпуса нового MacBook Pro, в котором вместо верхнего ряда клавиш действительно имеется место под OLED-панель. В ночь тетрага на пятницу по московскому времени пользователи продуктов Apple столкнулись с недоступностью многих сервисов компании. Произошел сбой, повлиявший на работу 25 сервисов, включая App Store, Mac App Store, iTunes, Find My iPhone и многих других. Перестало работать практически все, и лишь к утру пятницы работа облачных сервисов пришла в норму. На этой неделе компания Apple заслала журналистам приглашение на свою презентацию, которая пойдет в рамках конференции для разработчиков WWDC 2016. 13 июня в 20 часов по московскому времени в зале Bill Graham Civic Auditorium в Сан-Франциско Apple собирается показать много всего нового и интересного. По традиции в основном речь пойдет о программных новинках, но надеемся, что аппаратные продукты также не останутся в стороне. Обычно Apple проводила WWDC в Московном Вест, но на этот раз компания решила изменить место проведения презентации, перенеся ее в концертно-выставочный зал Bill Graham. Мы, как и всегда, будем вести свою текстовую онлайн-трансляцию и прямой эфир, так что ждем вас вечером 13 июня на страничке liveapplonsider.ru. Обещаем, что будет очень интересно. Неожиданно иссякнувшие запасы Thunderbolt Display в магазинах Apple по всей Америке и Европе могут служить доказательством скорого релиза обновленной модели. А в преддверии конференции WWDC 2016 дефицит товара только подтверждает потенциальный настрой компании обновить линейку устаревающих дисплеев. По последним данным обновленный Thunderbolt Display получит разрешение 5K, несколько разъемов USB-C. Стоимость устройства, что вполне ожидаемо, останется на прежнем уровне и без сомнения привлечет не только покойников бренда. Однако закономерность выводов о скором релизе Thunderbolt Display 5K, учитывая предыдущий опыт, остается весьма сомнительной. Хотя до предполагаемой даты презентации нового iPhone остается больше трех месяцев, многие аналитики уже не сомневаются в том, как будет выглядеть новинка. Одним из наиболее вероятных нововведений считается появление двойной камеры в iPhone 7, однако появление новых учителей ставит это под большой вопрос. Как вы видите, отверстие для камеры на новом снимке совершенно другое, нежели чем в iPhone 6 или iPhone 6s, но два объектива там вряд ли поместятся. Скорее всего, Джонни Айву просто надоело выпирающая камера, и он решил немного ее углубить. Что же касается второго большого отверстия, то наверняка это будет снова двойная вспышка. Также в сети появилась и интересная информация о 3D Touch нового поколения. Аналитики агентства Nikkei уверены в серьезном обновлении этого интерфейса. Основным его нововведением должен будет стать доработанный вибромотор Taptic Engine, способный генерировать еще более сложные вибрационные колебания. А благодаря компактности модуля и его высокой производительности, владельцы смогут ощутить более глубокую и насыщенную отдачу. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте свои умные комментарии. Всем пока!